Это случилось в 2010 году, когда 7-летний Купер из австралийского города Сиднея бегал с детьми на футбольном поле. Получив сильный толчок в спину, мальчик поднялся и продолжил игру. Спина болела, но ни он, ни родители не придали этому большого значения. Прошла неделя, а боль в спине только усилилась. И тогда родители Марк и Лиза отвезли Купера в больницу. Мы отвезли его к местному терапевту, и через несколько минут он велел нам отвезти его в детскую больницу, где дальнейшие исследования показали, что у Купера рак, вспоминал Марк, добавив, что их мир просто рухнул. «Опухоль в почках у Купера весила почти килограмм. Этого не может быть», – повторяли ошеломленные родители. Врачи провели операцию и удалили мальчику левую почку и часть толстой кишки. «Мы перешли в режим выживания, когда делаешь то, что считаешь правильным, когда буквально сразу необходимо принимать решение», – вспоминает Марк. Самым сложным для супругов было рассказать обо всем Куперу. Чтобы не травмировать сына, они постепенно водили его в курс лечения. После операции в течение шести месяцев мальчик прошел химиотерапию, а затем лучевую терапию. Казалось, что все страдания остались позади, однако через три месяца на обследовании выяснилось, что рак продолжает распространяться. Врачи предупредили родителей, что шансы на выживание резко уменьшились из-за рецидива. Последовали еще девять месяцев химиотерапии, после чего мальчик наконец стал выздоравливать. «Во время лечения Купера мы были похожи на корабли, блуждающие в ночи. Лиза была с ним в больнице днем, а я ночами. Мы не знали, что нас ждет, и плакали почти два года», – вспоминал Марк. Кроме Купера у родителей была младшая дочь Талия, о которой также приходила и заботиться. «Когда я лежал рядом с Купером в онкологическом отделении, я пообещал себе, что сделаю что-то большее, что-нибудь связанное с выносливостью». Это слово мы с Купером использовали во время лечения, – рассказывал Марк. «Когда мальчик пошел на поправку, родители не могли поверить в чудесное выздоровление сына. Я каждый раз стучал по дереву. Это просто фантастика», – рассказывает Марк. Сейчас Куперу 17 лет. Он заканчивает школу и учится водить машину. И у него впереди целая жизнь. Парень следит за своим здоровьем. Он регулярно посещает медицинские осмотры и заботится о себе как физически, так и морально. «Он стал невероятно устойчивым после того, через что прошел», – говорит его отец. Марк уверен, что только единство семье помогло им выдержать это испытание и побороть рак. «Я не думаю, что мы бы смогли бы пережить это, если бы не были с самого начала сплоченной семьей». Родители парня не забыли, как тяжело им было, когда он болел. Теперь они проводят благотворительные марафоны и участвуют в разных программах, чтобы помочь детям с онкологией. Пожалуйста, поделитесь этой трогательной историей со своей семьей и друзьями, а также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи!